Всем огромный привет! Меня зовут Сергей, а это новости из мира The Sims, выпуск номер 159 и сегодня в выпуске. Новое бесплатное обновление с исправлением багов и ошибок, а также анонс новых комплектов и многое другое. Также как и у команды The Sims, у магазина читай горд есть для вас небольшие обновления, а именно акция белая полоса. Скидка в 25% на весь ассортимент только 3 часа в день до 22 января. 19 января эта акция действует с 6 вечера до 9 вечера по московскому времени, 20 января с 9 вечера до полуночи по московскому времени, 21 января с полуночи до 3 часов ночи. В интернет-магазине читай город есть огромное количество книг по вашим интересам. Также там есть книги с автографами автора и, разумеется, предзаказ на те бестселлеры, которые еще не поступили в продажу. Также у магазина читай город есть классная система лояльности. За покупку и отзывы вы получаете бонусы на следующие покупки. Постоянно проходящие скидки и акции, где вы можете урвать ваши любимые книги по классным ценам. Например, как это сделал я, купив биографию своей любимой актрисы со скидкой. Только теперь осталось ее прочитать. Ну а вы можете по промокоду Хубагивили перейти по ссылке в описании в магазин читай город и закупиться книгами на ваш вкус. Так что все ссылки в описании участвуйте в акции Белая полоса до 22 января, ну а до 26 января используйте промокод Хубагивили. Начнем этот выпуск с нового бесплатного обновления, которое принесло в игру очень много исправлений различных багов и ошибок. И разумеется, полный список исправлений зачитаю вам прямо сейчас. Бесплатное обновление с исправлением багов и ошибок доступно для загрузки в Sims 4. Были исправлены такие ошибки, как Малыши больше не выглядят одинаково, теперь они похожи на своих родителей, потому что в игре учитывается генетика. Симы больше не будут двигаться, когда игра стоит на паузе. Симы, облаченные в мятный зеленый кардиган с поясом, больше не будут выглядеть как бесформенная масса. Открытый блейзер теперь корректно закрывает живот Сима. Вечеринка с соком теперь учитывается в задании устроить три вечеринки для достижения цели душа компании. Настенные предметы больше не удаляются при смене поверхности стен в режиме строительства. Опция «Проверить сообщение о друзей по переписке» теперь отображается корректно. Уведомление о возвращении из детского сада теперь приходит только один раз. Исправлена ошибка, из-за которой мог произойти сбой при переходе в режим жизни. Действие «Обещать помочь» теперь становится доступным в актуальных ситуациях. Теперь вы можете использовать код бесплатного режима строительства BB Enable Free Build во время реализации сценария от нищеты к богатству. Удалены дубликаты сообщений про уборку, всплывающие, когда сим находится поблизости от двух столиков для подделок. Теперь при использовании фильтра «Жизнь без удобств» объекты содержат корректную информацию о том, какой навык требуется для их использования. Теперь отключение функции желаний и страхов приводит к желаемому результату. Исправлена ошибка, из-за которой многих предметов для создания комфорта отсутствовала информация об уровне комфорта. Исправлено описание публичных туалетов, в которых говорилось, что они используются для удовлетворения потребностей в гигиене, а они естественны нужды. Симы снова используют общественный туалет, больше не придется терпеть до дома. На консольных версиях игры The Sims 4 были изменения такого характера. Изменения масштаба интерфейса в меню настройки игры, специальные возможности, будучи в редакторе создания персонажа, теперь лучше работают. И вам не придется ждать, чтобы увидеть изменения. Список «Все семьи» в меню управления семьями теперь можно прокрутить. А это означает, что теперь вы можете просмотреть «Все семьи». Ну а теперь исправление по конкретным комплектам, каталогам и дополнениям. Комплект «Непылинки». Симы будут выполнять анимацию обоняния в соответствующем количестве, когда их окружение грязное. Дополнение на работу. Когда ваш персонаж подрастет, нос, подбородок и ширина глаз пришельца сохраняются. Вежливое знакомство теперь помогает выполнить задание поприветствовать коллегу или пациента в карьере доктора. Дополнение времена года. Симы не замерзнут насмерть летом при взаимодействии с разбрызгивателями. А также симы теперь могут правильно планировать праздники, когда у них в доме есть подросток. Дополнение «Снежные просторы». Настрой «Надо на работу» пропадает, когда сим работает в свободное время. Игровой набор «Свадебные истории». Ваши симы больше не будут рассказывать о планировании свадебной церемонии после вступления в брак. И напоследок игровой набор «Оборотни». «Оборотни» теперь могут менять свою шерсть в режиме создания персонажа. Как я уже и говорил в предыдущем выпуске новостей, что большинство из этих багов и ошибок беспокоили игроков на протяжении долгого времени. И вот наконец-таки разработчики решили исправить все эти баги и ошибки. И наконец-таки в Sims 4 можно играть полноценно без всяких этих вот триггерных моментов с зависаниями, подвисаниями, выход из режима строительства в режим жизни с лагами и так далее. Персонажи, которые шевелятся на паузе, дети с одинаковыми лицами. В общем, большое количество багов и ошибок, которые действительно беспокоили игроков, наконец-таки исправлены. На момент съемки данного выпуска новостей сегодня 19 января, а это означает, что именно сегодня выйдут два новых комплекта, которые анонсировали разработчики. Разработчики анонсировали два новых комплекта, один из которых называется «Ванные принадлежности», а второй «Симтимная мода». И вот описание каждого из них. Комплект «Ванные принадлежности». Хотите ли вы оставить косметику и расчески разбросанными на кухонном столе или предоставить своим персонажам дополнительные выдвижные ящики для поддержания порядка? Выбор за вами. Этот комплект предметов для ванной комнаты подходит для всех возрастов. Особенности набора. Семейная комната. В этом наборе найдется что-то для каждого. От милых настенных наклеек для детей до бабушкиных зубных протезов. Создайте реалистичную картинку семьи, добавив небольшие штрихи для всех возрастов. Персонализированное личное пространство. Приводите ванную комнату вашего персонажа в элегантное убежище, где он сможет избежать жизненных невзгод. Или пусть этот хаос распространится и на это пространство. С помощью этого набора вы сможете создать пространство, отражающее характеры различных персонажей. Комплект «Симтимная мода». Создайте настроение с помощью веселой и кокетливой одежды для отдыха из комплекта «Симтимная мода». Ваши «Симы» придадут ву в вуху очаровательные образы с кружевами, брителями и силуэтами, которые подчеркивают фигуру. Добавьте уверенность в гардероб ваших «Симов», оформив спальню в стиле, вдохновленном современным тенденциям моды. Особенности данного комплекта. Последние тенденции в отдыхе. Обновите гардероб ваших «Симов» с помощью модных вещей, основанных на современных тенденциях и материале, цвете и узоре. Кружевные боди, разнообразные фасоны нижнего белья и боксеры с игривыми принтами сделают спальни ваших «Симов» похожими на подиумы. Интимные, а не эксклюзивные. Чтобы вселить уверенность в каждого персонажа, мы сотрудничали с «Ми Эн Диэз» для создания стилей, которые хорошо смотрятся на различных типах телосложения. Этот набор поможет любому «Симу» выглядеть в спальне дерзко, кокетливо и очаровательно. Опять же, как я и говорил в предыдущем выпуске новостей, один из комплектов посвящен нижнему белью, другой комплект посвящен всяким мелочам для ванной комнаты. То же самое, как был комплект мелочи для дома, только этот комплект, ну, грубо говоря, мелочи для ванной комнаты. Поэтому все объекты исключительно декоративны, никакого функционала они за собой не несут, но папку МОДС заставляют вас почистить. Да-да, папку МОДС вас заставляют почистить два новых комплекта. А если бы точнее, то один из них прям конкретно заставляет её почистить, а другой немножко её дополняет. Так что давайте посмотрим на все объекты, которые также слили в интернет. Поехали. Разумеется, как и всегда, после любого бесплатного обновления в файлах игры что-то новенькое да появляется. А тем более после анонса двух новых комплектов. В файлах игры появились их обложки, а также значки и количество наборов. Да и, собственно, все наборы вы можете прямо сейчас посмотреть на своих экранах. Если уж говорить честно, то из этих двух наборов мне больше всего нравится набор ванной принадлежности. Да, большинство объектов в этом наборе, даже не большинство, а все объекты в данном наборе исключительно декоративные. Но я из тех людей, которые очень любят раскидывать вещи и делать квартиры обжитыми. В частности, и ванные комнаты тоже. И данный набор даёт ещё, как минимум, час блуждания в режиме строительства для того, чтобы сделать вашу ванную комнату крутой и классной, обжитой. Разумеется, это и новые зубные щётки, и бритвы, и мыльницы, и челюсти в стакане. И, разумеется, единственное, что прям реально круто бросается в глаза, так это выключатели и датчики движения. Которые вы можете разместить не только в ванной комнате, но и по всему дому. Для того, чтобы ваши дома выглядели чуть более, скажем так, по-настоящему. Разумеется, новая туалетная бумага и коврики для унитаза и ванной. Мне сразу напоминают почему-то Sims 2. Вот, не знаю, как вам, но у меня почему-то ассоциация именно с Sims 2. Ну и, разумеется, дополнительные всякие мыло, ящички, бутылёчки, крема, зубные пасты, вантус с ёршиком для унитаза. И вот то, что касаемо вантуса, то его приходилось постоянно искать в режиме отладки. Теперь же он будет сразу в режиме покупки и строительства, и там вы сможете его взять и поставить. Он будет классный, здоровский, прям сразу с ёршиком. Вот такие дела. И да, кстати, ёршиков в Sims 4-то, в принципе, для унитаза и не было. Теперь есть. Ну а то, что касаемо сим-тимной моды, то я, наверное, счастлив тому, что... Я, в принципе, не особо скачиваю CC-контент, но реально нижнего белья в Sims действительно не хватало. Его прям очень мало. У парней так там вообще лютая катастрофа. Одни трусы, и то какие-то странные. Теперь же будет хотя бы пару трусов, да? И у девушек очень много классных боди, различных бюстгалтеров с всякими там рюшками и тому подобное. Короче, разработчики захватили тот аспект, который действительно, скажем так, мы о нём особо и не думали. Но он как бы в реальной жизни существует, и вот теперь он есть и в Sims 4 благодаря данному комплекту. Объекты для ванной комнаты действительно заставляют пищать тех, кто очень любит дотошно прям вот сделать обжитую обстановку в ванной комнате. Это я. И разумеется, данный комплект приносит в игру, во-первых, выключатели света, они исключительно декоративные. Во-вторых, датчики движения. Потому что когда ваш персонаж заходит в ту или иную комнату, у него автоматически загорается свет. Если же у вас данная функция стоит на той или иной комнате. Теперь вы можете расставлять выключатели света по всем комнатам. И разумеется, там где у вас стоит автоматический режим света, туда поставить датчик движения. И как будто бы персонаж зашёл в комнату, сработал датчик и включился свет. Вот такая вот некая маленькая проработка определённых деталей вашего дома. Выглядит очень круто, выглядит очень здорово и потрясающе. И тем более, что SimGuru Edge у себя в Твиттере рассказала, что выключатели для света придут не только с данным комплектом, но ещё и с бесплатным обновлением. И разумеется, они также будут нести лишь только декоративный смысл. Ну а это были все самые свежие новости из мира The Sims за прошедшую неделю. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить палец вверх, также подписаться на канал, дабы не упускать самую свежую и интересную информацию. Ну а с вами был Сергей, это канал Хубогивили, всех безумно люблю. И всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok